это программа актуальное интервью здравствуйте сегодня у нас в гостях автор исполнитель нового хита анарин мари павел поздеев павел очень приятно что вы нашли время и пришли к нам студию ваш ролик ваш клип посмотрели уже более 5000 человек расскажите пожалуйста с чего все началось началось того что мне пришло письмо всем здравствуйте во первых пришло письмо мне на электронную почту срос молодежи о том чтобы поучаствовать в конкурсе во всероссийском который называется я люблю тебя россия но в положении было прописано то что участвуют только авторы которые написали песню о своем родном крае и обязательно должен быть видео ролик к этой песне был написан вот и тогда я решил обратиться команде арт нам к ребятам сергея ладыкину люди также лёши и александр чтобы они мне помогли сделать видео ролик видеоклип на мою песню а кому принадлежит авторство слов и музыки но авторство это мое аранжировки сделали москве мне вот слова и музыка написал я в мелодию написал ну вот после чего я отправил свою капу в москву для того чтобы на меньше начать делать аранжировку вот текст написался не сразу то есть музыка тех написался в 2011 году вот но вышел он только вот а почему такое долгое было путешествие у вашей песни не знаю как то написалось вроде бы и прошло через литоза поляре через лукерию валия редактор была такая женщина который редактировал нет текст вот а потом как то не знаю не время видимо было тому чтобы его выпустить а тут такое удачное такое удачный поворот произошел что пришло письмо поучаствовать в конкурсе ну конкурс стал таким отправным толчком для вашего и песни и ваша думаю что не совсем потому что до этого она уже прозвучала на дне города на юбилей на дне города площади когда сентябре был юбилей города и и я и уже исполнил на площади то есть я уже записал свой вокал и уже сумел порадовать жителей города уже на дне города а как проходили сами съемки кому принадлежит вообще авторство вот идеи вот именно такого формата клипа честно сказать у нас не было никакой режиссерские задумки никакого какого-то заранее сценария для этого видеоролика вообще не было то есть ребята делали вот когда услышали эту песню то есть я они нарабатывали прямо картины сразу по ходу где что и как будет сниматься бывало где-то они сами ездили заранее смотрели виды города где-то вымеряли смотрели то есть ребята сами стали авторами своих картинок вот этого видеоролика и потом показывали и ввезли мне на тот объект где мы будем снимать а как долго вообще проходили съемки съемки все вместе это заняло заняло где-то две недели это вместе с монтажом потому что что-то давалось что-то не давалось не сразу давался давалась съемка потому что где-то пересвет где-то что-то еще это чего-то не хватало и ребята заняты были где-то я занят был потому что помимо я еще и работаю то есть и где-то они приезжали домой и раскидывали материал на студии то есть где-то не хватало где-то света, где-то еще что-то. То есть долго. Вот это время зашло долго. Приходилось по несколько раз переснимать. Какие-то курьезные были случаи во время съемок клипа? Не знаю, люди мимо проходящие говорили, ой, вы что тут делаете? Да, у нас была женщина в Аллее Победы, когда мы с квадрокоптером вот этим летали. Саша летал, и меня снимали. Да, там была одна женщина. Она хотела поучаствовать в нашем видеоклипе, но мы ее попросили, сказали, что нам нужно... Снимаем только Павла. Да, 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 для конкурса отправить его. А как вообще люди восприняли клип? Какие отзывы? Отзывы, конечно, много хороших. В основном все положительные отзывы. Очень много пишут с разных регионов России люди, те, которые уехали раньше отсюда из-за региона нашего. Ну и не только те, которые уехали раньше. Есть, которые просто живущие в другом регионе России. Люди пишут, говорят, что очень красиво, очень здорово сделали. Очень много пожеланий и как ВКонтакте, так и в Чумотеке, ну то есть на социальных сетях. Вот. Сегодня тоже звонили за поля, наверное, друзья, сказали, что мы вот посмотрели твой ролик. Очень круто, молодец. То есть вот так вот. То есть резонанс в общественности вы произвели? Ну, видимо, да, получилось. Отлично. А как вы думаете, вот вы поедете на конкурс, будете представлять там свою работу? Как вы думаете, займете вы первое место там? Дело в том, что сейчас работа уже на конкурсе. Она уже на конкурсе, мы ее отправили. Но идет пока три заочных тура. Вот. Если я что-то займу, то меня вызовут уже участвовать в финале. Вот. Если я побеждаю, то там будет вроде бы приз, сольный альбом, написание сольного альбома. А материал уже наработан для сольного альбома? Ну, что-то есть, можно было бы, да, сделать. А с чего вообще началась творческая ваша карьера? Моя творческая карьера началась с родных напевов. Это руководитель Чупцова Зави Федоровна, которая дала мне толчок в жизни, которая является, можно сказать, моей мамой, которая меня зародила таким. То есть все началось оттуда. То есть я начал участвовать, был участником коллектива родные напевы, после чего были поездки различные, еще что-то, после чего я решил заниматься уже потом, ну, писать стихи, что-то придумывать, что-то развивать. И уже в 2006 году от Лукойла я поучаствовал в Усинске, написав песню «Заполярная столица». То есть уже попробовал тогда себя. И вот пошло как-то. А вот у вас есть какие-то кумиры? Кумиры? На кого вы хотите равняться в своем творчестве? У-у-у, я даже не знаю. Кумиры, наверное, нет. Да хотелось бы самим собой оставаться и быть не похожим ни на кого. Зачем? Когда я есть, и я делаю свою работу, допустим, в патриотическом направлении, кто-то любит в другом направлении, то есть вот так вот. А откуда вообще черпаешь вдохновение? Для того, чтобы писать? От природы, от города, от людей, от всех, от окружающих, от работы, от творческой какой-то атмосферы. То есть я сам работаю в творческой сфере, то есть в культуре, и мне это дает какой-то большой толчок. То есть я это все вижу, я хожу, наблюдаю, заряжаюсь и пишу. А почему именно песни Анна Ренмарева? Ты сказал, что стихи, они появились раньше, да, чем музыка. Что тебя вот подтолкнуло к тому, чтобы написать стихи именно о городе? Тогда я не помню даже, что меня подтолкнуло. У меня на самом деле много стихов написано Анна Ренмарева. Просто не каждый знает. Вот. У меня есть такая копилка заветная, и там есть. Сейчас пишется стихотворение об округе. Просто стихотворение, это не песня пока, просто стихотворение. Летом просто вот сел за стол и начал писать. Оно уже почти дописано, осталось только редактировать. Ты считаешь себя патриотом города и округа? Ну, конечно. Если я поспеваю, так сказать, свой город, свой округ, и передаю это слушателям, зрителям и просто людям-землякам, наверное, да, считаю. При этом же я активно участвую во всех мероприятиях, как и округа, так и города, и езжу на всякие различные образовательные форумы от нашего округа. И, наверное, да. То есть ты относишься именно к части продвинутой, активной молодежи нашего округа. И хочу, чтобы все такие были. Расскажи, а где ты побывал? Побывал я на форуме на международном стиле Герри. Побывал в прошлом году. В этом году я побывал на Ладоге, на театральной площадке. Поставили спектакль, летел голод. Очень круто. С разными ребятами с северо-западного региона, округа, федерального округа. То есть поработали, подружились, делали с режиссерами прикольные задумки всякие. Участвовал. Проявили себя очень творчески, активно. О нас говорили тоже и режиссеры форума. А как тебе кажется, вообще, вот, практика именно творческих вот таких вот выездных мероприятий для нашей молодежи, она способствует как-то развитию? Это очень полезно. Надо чаще, надо очень, как можно больше вывозить молодежи, творческой молодежи, активной молодежи на различные форумы и российские. Тем более, что сегодня работает поддержка федеральная, так что надо вывозить. Он дает стимул молодежи, он поддерживает и он дает толчок, очень сильный толчок. Я говорю, я вот съездил на Селигер, я был заряжен просто на весь год. То есть я такую энергию получил от людей, таких же идейных, таких же творческих и креативных. То есть надо молодежи вывозить, независимо, какой он идет по жизни, либо творческий, либо в спорте он достиг каких-то уровней. Надо вывозить, потому что в дальнейшем это может сыграть на руку нашему любимому городу, округу, и он не раз еще проявит и завоюет ту или иную степень награды для нашего региона. А вот если ты займешь в конкурсе первое место, тебе сделают сольный альбом, а потом посыплются предложения, например, покинешь ли ты в Кынеевский автономный округ? Нет. Нет, я не этого спелок, чтобы его покидать. А как... Где родился, там и пригодился. А как ты видишь вот в дальнейшем свое развитие здесь, в Наринмаре? К чему ты хочешь стремиться? К чему я хочу стремиться? Хочу стремиться к тому, чтобы развивать авторскую культуру. То есть, если есть молодежь, но они не могут это выразить, надо создавать что-то, какое-то объединение, чтобы люди выражали это, выражали, чтобы были люди, которые бы редактировали, те, которые помогали, давали им возможность раскрутить тот или иной материал, помочь им в аранжировках, потому что у нас на сегодня имеются профессиональные те или иные студии, где можно было бы это сделать, но молодежи не хватает, в принципе, бывает финансово, а должны быть какие-то поддержки для молодежи. И тогда я говорю, что о нашем городе еще больше узнают, то есть, не только из моих уст, но и из других. Очень много, я еще раз говорю, что очень талантливой молодежи много. И можно было бы, то есть, в перспективах это сделать, это было бы очень круто. Какие творческие планы на будущее? Ну, творческие планы выступать, принимать участие во всевозможных концертах, радовать людей, дарить им свою любовь и получать ее взаимно. А вот ближайший концерт у тебя какой? Ближайший концерт это сейчас буду ведущим на юбиле дома интерната для престарелых, вот уже в эту пятницу. Вот. А потом у нас концерт. А, потом идет в Финново горе и Заполярье. Я буду на дискотеках проходить в Красном. То есть, есть очень много работы. А когда можно будет услышать тебя с твоей песней где-нибудь на большой сцене? Ближайший концерт. Ну, я думаю, уже скоро, где-то в каких-то мероприятиях города. Я точно не знаю, не могу сейчас вам ничего сказать, потому что у них свой план работы, у меня свой. Я думаю, мне позвонят, пригласят и обязательно зрителю услышат меня. Паш, ну вот ты себя проявляешь как очень творческий человек. А какая твоя специальность? Моя специальность? чем ты занимаешься, помимо творчества? Помимо творчества, я работаю в клубе созвездия распорядительных танцевальных вечеров. Вот это моя специальность. То есть, она, она не то, что заниматься танцевальными вечерами, она широкообразная, так сказать, что ли. Я делаю и афиши, и принимаю участие в концертной деятельности. Много. Чем занимаются в принципе все, и в театрализации участвую, и где только не участвую. То есть, ну, все равно зритель видит, зритель слышит, и, то есть, ни один, мне кажется, творческий человек не направлен на какую-то узкую специальность. Он большой, он может расширить себя во всех возможностях. То есть, ты все-таки отдаешь творчеству большую часть... Себя полностью пытаюсь раскрыть во всех. А есть сейчас какие-то, например, молодые люди, которые к тебе подходят и спрашивают какого-то совета, это вот, у меня есть песни, например, а как вот мне быть? Вот я тоже хочу, как ты, там, снять клип. Ты даешь какие-то советы? Нет, еще пока таких советов не даю, еще не было такого. Но были люди, которые хотели просто там записать рэп или что-то такое, да, я там помогал ребятам. А чтобы советовать, еще, наверное, нет, еще слишком мало знают, видимо, меня. Но я думаю, в будущем, возможно, кто-то и обратится, и почему бы и нет, я бы помог. То есть, ты готов, да, к помощи? Надо молодежь, да, развивать надо. Павел, большое вам спасибо за то, что вы к нам пришли. Мы желаем вам творческих успехов и все-таки занять первое место и записать сольный альбом. Спасибо вам большое. Будьте добры. Ну, а я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был автор-исполнитель нового хита Анна Ринмария, Павел Поздеев. А сейчас я предлагаю вместе с вами посмотреть замечательный клип. Актуально Горько Дервую Актуальное мы опять павели с нижней Н GI Monday нах Sayala of the Это небо лучший гад Ты форпост святой России Город сбывшейся мечты Руки нас твоих взрастили Словно дивные цветы Словно дивные цветы Нарьянмар, мой город детства Город северных миру Получили мы в наследство Незапевную любовь Греет нас земля святая Городит матушка река Берега родного края Не забыть нам никогда Не свернуть стропы идущей С той протори на веках Хоть ветра над нами свищут Сохраним тепло в сердцах Пусть под стеллой подсветает Край священный вновь и вновь К берегам родного края Сохраним свою любовь Сохраним свою любовь Нарьянмар, мой город детства Город северных миру Получили мы в наследство Незапевную любовь Греет нас земля святая Городит матушка река Берега родного края Не забыть нам никогда Нарьянмар, мой город детства Город северных миру Получили мы в наследство Незапевную любовь Греет нас земля святая Городит матушка река Берега родного края Не забыть нам никогда